Аэропорт Махачкалы – единственный международный аэровокзал республики, который может принимать тяжелые виды аэротранспорта, вертолеты и боевые воздушные судна. Гражданская авиация насчитывает более 25 рейсов в сутки. Уэтаж оборудован парковкой, с зоной Wi-Fi, кафе, аптекой и другими стандартными услугами. Для пассажиров, которые нуждаются в отдыхе, действует комната длительного отдыха. Аэропорт, находящийся в Махачкале, называется Уэтаж и является международным аэропортом Республики Дагестан. Код аэропорта MCX, он находится по адресу, почтовый индекс 368-301, город Махачкала, аэропорт. Территориально это в 4,5 километрах от города Каспийска 16 километров до микрорайона Махачкалы, который находится ближе других. Это основной аэропорт всей республики, его название переводится как Каменный дом. Это аэровокзал первого класса, здесь могут сесть не только гражданские самолеты, но и авиация МВД и ФСБ. С 2014 года аэропорт Махачкала принимает крупные самолеты по типу Airbus A318, A321, Сука и Супержот 100, Ту-154, Ан-148, Ту-204, 214, Боинг-737 и Боинг-757. В 2017 году стала доступна посадка и взлет широкофюзеляжных самолетов и вертолетов любого типа независимо от типа взлета. Работает аэропорт Уэтаж круглосуточно, несмотря на то, что после 22-х обычно нет рейсов. Связаться со справочной службой аэровокзала можно по контактному номеру плюс 7-87-22-988-815 с управлением организации по номеру плюс 7-87-22-988-808. Также аэропорт Уэтаж имеет факс плюс 7-87-22-988-803. Табло «Все рейсы», которые проходят через аэропорт Махачкала, отслеживаются на онлайн-табло. Посмотреть Уэтаж онлайн-табло можно по ссылке http www.mcx.aero.com.passengeres.com.flights.com.timetable.com. На табло Уэтажа отображаются город прибытия, дата и время вылета, дата и время приземления по местному времени. https rasp.yandex.ru касая черта station касая черта 9623330 https eopod.ua касая черта индекс касая черта онлайн нижнее подчеркивание табло нижнее подчеркивание аэропорт нижнее подчеркивание Уэтаж нижнее подчеркивание Махачкала касая черта 0 дефис 150 Из аэропорта можно отправиться в города разных направлений Москва, Октау, Стамбул, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Дубай, Краснодар, Сургут и других Аэропорт Воронеж от Махачкалы добраться до аэропорта на собственном транспорте можно за 50 минут, час, преодолев за это время расстояние длиной 31 километр От аэродрома каждый день в Махачкалу отправляются 4 рейса автобусов номер 102 в 10 часов 30 минут, 12 часов 15 минут, 14 часов 10 минут и 15 часов Они идут до торгово-развлекательного центра «Пирамида» в редукторном поселке Обратно идут те же автобусы от ТРЦ до здания Уэтаж с отправлением в 9 часов 40 минут, 11 часов 25 минут, 12 часов 40 минут и 13 часов 30 минут Этот вид транспорта до конечного пункта назначения добирается за 60-80 минут От супермаркета «Караван», находящегося на проспекте Р. Гамзатова, Ленина, напротив дома «Быта», отправляются маршрутные такси в аэропорту «Этаж» в 9 часов 20 минут, 10 часов 10 минут, 12 часов 15 минут, 14 часов 30 минут В обратном направлении маршрутные такси движутся 4 раза в сутки по расписанию, в 11 часов 15 минут, 12 часов 15 минут, 14 часов 10 минут, 16 часов 30 минут Билет в один конец стоит 50 рублей, оплатить поездку нужно при входе Если рейс прилетает вечером или ночью, можно обратиться к таксистам, потому что ближайшего автобуса придется ждать до утра Маршрутка доезжает до конечного пункта примерно за 50 минут Услуги такси можно заказать несколькими способами, на первом этаже аэропорта находится стойка справочной службы Можно попросить служащего вызвать машину Обратиться в службы такси, которые сотрудничают с уэтаж Для этого нужно позвонить по номеру 8-967-393-05-12 или 8-928-538-49-61 Воспользоваться услугами частных водителей Такие таксисты обычно находятся около терминала и сами предлагают свои услуги Обратиться к городскому такси по номерам 277-14-20-8-988-346-47-40-8-928-531-70-00-8-962-024-00-5 или 8-928-876-8-876 Услуги частного таксиста по шоссе от аэропорта в город обойдутся в 200 рублей или немного больше Это при условии, что данная сумма взыскивается с каждого пассажира и в машине будет ехать 4 человека Таксист поедет, когда наберет 4 человека либо нужно будет заплатить 800 рублей Из города в аэропорт такси отправится за 1000 рублей независимо от количества человек Это может быть один пассажир или два, которые заплатят по 500 рублей Дорога займет примерно 50 минут Взять на прокат автомобиль в аэропорту нельзя, такая услуга не предоставляется Водители здесь тоже особенные, многие водят автомобили, игнорируя правила дорожного движения, поэтому нужно быть осторожным Машину можно арендовать в городе за 1200 рублей в сутки Аэропорт Брянск на привокзальной площади предусмотрена как бесплатная, так и платная парковка Перед въездом установлен специальный терминал для оплаты места на платной парковке Стоянка совмещается с местом для остановки общественного транспорта, маршрутных такси, автобусов и машин городского таксопарка Нельзя занять место, предусмотренное для общественного транспорта или иное место для специальных служб За это предусмотрен штраф или эвакуация автомобиля на штрафстоянку Нужно следить за специальными указателями, которые выведут к парковке Менее 20 минут стоянка не оплачивается Начиная с 21 минуты стоимость каждого часа составляет 100 рублей Если автомобиль будет стоять сутки и более, тариф будет снижен Насколько, нужно уточнить на стойке информации Платная парковка и бесплатная находятся отдельно Схема расположения зон предоставления услуг в единственном международном аэропорту Дагестана почти не отличается от аналогичных зданий в других городах страны Здесь есть несколько залов ожидания и медпункт, в который можно обратиться в случае ухудшения состояния здоровья Комната матери и ребенка оборудована всем необходимым, в отдельной зоне есть игровой залив Всеми предложенными в этой части комплекса услугами можно пользоваться бесплатно на входе в комнату матери и ребенка нужно предъявить официальный документ, справку о состоянии здоровья В эту часть комплекса нельзя попасть с багажом, поэтому его нужно сдать заранее Есть и другие услуги для граждан, камера хранения багажа, банкомат, Сбербанка, кафе, справочная, упаковка багажа, касса обмена валют, касса продажа авиабилетов, гостиница в 100 метрах от здания, где можно отдохнуть после прибытия или перед вылетом Есть и необычные услуги, желающих доставят к трапу самолета или к зданию вокзала на автомобиле премиум-класса Для заказа необходимо предварительно позвонить по номеру телефона 8 938 781 55 55 На площади около аэропорта есть две стоянки для личного транспорта При необходимости можно обратиться в отделение Почты России, которое расположено внутри вокзала Если на борту будут люди с ограниченными возможностями, следует заранее связаться с авиакомпанией, которая будет совершать перелет и сообщить о необычном пассажире В этом случае полет пройдет спокойно, под наблюдением и с помощью авиаперевозчика Аэропорт уэтаж не может предоставить отдельного сотрудника для помощи человеку с ограниченными возможностями на досмотре, во время регистрации и посадки в самолет Поэтому желательно, чтобы у такого гостя авиакомпании был сопровождающий на этих этапах Беспроводной интернет в здании аэровокзала есть Эта услуга лучше всего работает в кафе и зале ожидания, не имеет пароля и является безлимитной Использовать интернет можно в любой части комплекса, в здании вокзала, в гостинице и даже на пути к авиатранспорту, но на улице почти не работает сеть, в свободном доступе есть одна закрытая сеть, доступа к которой у пассажиров нет, она используется сотрудниками в служебных целях Открытой сети достаточно, чтобы быть онлайн В транзитной зоне аэропорта уэтаж располагается 15 отелей, бас отдыха и гостиниц Наиболее близкий расположен в 0,8 км от вокзала и называется Отель Метрополь Цены начинаются от 3400 рублей за номер в сутки, в эту стоимость включен завтрак, парковка и бассейн, самый удобный находится в 1,4 км и называется Хотел Маркас Цены за проживание в нем начинаются от 1150 до 1300 рублей в сутки в зависимости от включенных удобств Можно заранее забронировать номер, есть Wi-Fi и частная бесплатная парковка Максимально удален от аэровокзала, бизнес отелей Спасары Кум, 18,2 км до цели Цены за проживание невысокие, от 2800 за номер с одной кроватью или двумя отдельными в зависимости от его наполнения Среди услуг стоит отметить, бассейн, конференц-зал, трансфер до вокзала и обратно, Wi-Fi, завтрак в номер, ресторан на территории комплекса Среди 15 мест отдыха, расположенных близко к уэташу, следует также отметить две гостиницы советского типа, гостиница Ленинград, в 2 км и турист, в 3,2 км. Эти заведения оценят по достоинству люди, предпочитающие старый быт. Также есть база отдыха, Дельфин, она располагается в 6,6 км от аэровокзала. Здесь есть номера с видом на пляж, кондиционеры во всех номерах и включенный в стоимость завтрак. Если поездка планируется заранее, стоит выбрать и забронировать место для отдыха. При выборе нужно ориентироваться не только на фотографии номеров, но и на включенные в стоимость услуги. Отзывы от бывших постояльцев тоже лучше учесть. Ранее этот аэродром был базой для компании-авиаперевозчика авиалинии Дагестана. Начиная с 2012 года в здесь базируется компания «Руслайн». Сейчас в Махачкалу и из нее летают компании «Атлас Глобал», «ССАТ», «Азимут», «Флэй Дубай», «ЮТэйр», «Россия», «Победа», «Нордстар», «Нордавиа», «Рэд Уинкс Эйрлайнс». Аэропорт «Уэтаж» стремительно развивается. После реконструкции за 2017 год его пассажирами стали более 1,67 миллиона человек. Этот аэровокзал является международным, он принимает самолеты и вертолеты практически всех типов, способен принимать как гражданскую, так и военную авиацию, не закрываясь ни на час. Здесь садятся и взлетают каждые сутки более 25 самолетов. Внутри здания расположены все необходимые услуги, которые могут понадобиться пассажирам. Звездочка указанные цены актуальны на мае 2018 года. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok